Существование на сегодняшний момент курса, который я веду для этих ребят, он такой экономический, предпринимательский, возможно, благодаря тому, что я нашел в свое время Павла Александрова, прошел у него несколько курсов с большим удовольствием и рад пригласить его сейчас на, не то чтобы сказать пару слов о своем будущем курсе и пригласить зрителей и присутствующих. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать в доме Айдренд. Я очень рад, что сегодня Дмитрий расскажет вам о одном из разделов объективизма, или во всяком случае о той области, которая может быть в рамках объективизма исследована, именно о труде. Это действительно мне представляется важным и интересным. Я очень рад, что Дмитрий присоединился к моему проекту, который я уже два года осуществляю. Это онлайн-лекции в Институте Хаека по экономике. Уже были курсы под названием «12 правил экономики», «Здравый смысл экономики», «Мифы о государстве», «Закон рынка». За эти четыре полугодия порядка 600 человек приняли участие в этом онлайн-проекте. Соответственно, совсем скоро, 6 марта, стартует очередной поток, очередной набор. Если вам интересно, то вы можете найти на моем сайте «Усанов ТВ» информацию об этом. Курс называется «История западной цивилизации». И, на мой взгляд, это действительно уникальный проект. Дело в том, что до конца 80-х годов в западных университетах, прежде всего в США, читался курс, который так и назывался «История западной цивилизации». Там рассказывалось о идеях, в том числе греческих мыслителей, о особенности западной цивилизации и о ее идеях, о отличии от других цивилизаций. И все заканчивалось фактически на идеях либерализма, фитализма и рационализма. То есть, фактически на идеях, близких к философии Айнреда. И с конца 80-х годов этот курс был, можно сказать, уничтожен. Сейчас не существует этого курса обязательного. В некоторых очень небольших университетах можно найти этот курс, но, по сути дела, он находится таким неявным запретом в США и других странах. Я думаю, что если мы хотим понять, в чем специфика цивилизации как таковой, нам следует познакомиться с этапами ее развития. Потому что без этого мы действительно рискуем вновь пасть в варварство. В чем специфика западной цивилизации, почему все те материальные блага, которые сейчас мы используем, они так или иначе связаны именно с западными, вызываемыми ценностями или западной философией. Об этом мы будем говорить на соответствующем курсе. Вовсе не идеализируя Запад как таковой, особенно современный. Дело в том, что, как я уже сказал, последние 30 с лишним лет этот курс не читается. Я думаю, что одна из причин, почему он находится в таком плачевном состоянии, я думаю, рад бы с этим согласилась, это потому что идеи индивидуализма, капитализма и рационализма преданы забвению. Поэтому я очень рад, что сегодня у меня есть возможность рассказать вам об этом курсе перед выступлением Дмитрия. Я убежден, что оно будет очень интересным и содержательным. И я очень рад, что мы открываем новый сезон. Все-таки сегодня первый день весны. Я думаю, что Айнеред тоже отметил бы этот факт. С весны начинается некое возрождение чувств и мыслей, движение, что называется, вперед и вверх, в том числе в нашей повседневной жизни. Поэтому очень важно, что сегодня состоится эта лекция. Давайте пожелаем Дмитрию и всем нам приятного времяпрепровождения. Спасибо.